центристов центристов так далее вот что не может быть да что в общем и логично потому что если у вас есть определенный способ сборки и мы под этот способ сборки делаем вам вопрос то вы четко выбираете именно этот способ сборки вас так сказать не проведешь вот и дальше соответственно стал вопрос а что но как бы как как же так то что же такое и дальше вот приходится возвращаться с вами психиатрии который собственно говоря началось это прекрасное путешествие если мы с вами возвращаемся психиатрии то мы с вами видим что у нас есть значит как бы сказать принципиально разные там вот как бы сказать ам-пам-пам-пам системы они к что же условные потому что когда павлов говорит про первую сигнальную систему вторую сигнальную систему ну вот у собаки так наверно но у нее нету но вот но в общем короче говоря сигнал сигналов не у нее это в общем короче говоря да вторая сигнальная система это знаки которыми мы обозначаем совокупность сигналов на которые мы знаем как реагировать то есть нам можно сказать знак и мы вы произведете реакцию такую как будто бы стимул действовал но так если просто рассказывать то есть вот условно говоря я сейчас сбегает сюда крокодил да вот что с вами происходит не говорите никому скажут что тут чему-то не само учат вот да этот как его ну будет естественно все поскакивают на по на стуле первая ваша реакция будет вскочить на стул подняться от крокодила вот но я вам москвы могу начинать рассказывать например историю как я был значит в таиланде на шоу крокодилов и при мне дрессировщика крокодилов крокодил реально просто откусил ему руку да на вас на всех подействовало вы на стул не вскочили до этого не было чтобы понимали их там таких крокодилов делаешь откусить это все таки вот но когда я вам рассказывал я с помощью знаков побудил вас эмоциональную реакцию которая но как бы который в принципе мог бы вызвать реальный крокодил да ну то есть я за счет знаков востребовал как бы произвел с вами такое действие ловите да но вот соответственно у нас есть вот эти два крайних типа значит которые как бы одни идут из вот этих своих ощущений да это у нас истероидный тип это вот в случае когда условно я все очень условно сейчас рассказывать крокодил забегает и если я рассказываю про как это образ не думайте что это так и есть наоборот когда сюда в бежит крокодил шизоиды не сдвинуться с места они будут долго обозначать это потом вы думаете зачем крокодил здесь в связи с чем это связано там и так далее потому что у них тут тихо и до сигналы не работают вот а тут пока сообразишь уже тебя съели три раза вот да значит соответственно да соответственно знаете какой получается парадокс что вообще вот это значит наша префронтальная кора раз прекрасная которая давлеет вообще это очень хорошая штука вот и я встречал очень много вот знаете есть среди творческих людей значит у них есть они как правило рефлекторы как основной движущийся радикал потому что им значит надо себя демонстрировать хватать эти восприятия как их там как бы вот и для них это очень важно вот но я взаимодействовал большей частью с успешными министероидами которые куда-то вылезли вспомнить ну как и я вам должен сказать что аналитическая вот эта конструкция у них работает будьте нате такие интриганны это такие то это все все просчитано любое вот это вот просто да но ради чего чтобы выйти вот так то значит то есть к наличии конструкторской этой штуки для истероида вот истеро шизоиды истеро шизоиды а вот это вообще гремучая творческая связь ну то есть у них как бы и во что бы то ни стало нужно как бы получить признание такое эмоциональное ощущение что они центр мира и лучше и вообще больше и вообще не то что лучше других нет а вот но шизоидность позволяет им просчитать это все как сделать так чтобы добиться этого результата да почему я про это рассказывал да поэтому в общем да короче говоря шизоидность как как вот префронталка и истероидность как значит вот сигнал и сигнал то есть вот это сигнал и сигнал по павлу а это у нас просто сигналы 1 сигнале система 2 секунд так значит соответственно вот представители этих типов формируют совсем разную такую поведенческую стратегию значит вот особенность организации вообще каждый наш инстинкт создает состоит из состоит из как бы сказать его можно понимать как двунаправленные вещи значит шизоидный инстинкт самосохранения инстинкт самосохранения значит он проявляется двумя вещами что вам нужно для того чтобы выжить вам нужно страх бояться вот и вам нужно любопытство то есть если вы будете бояться вы залезете в нору и никогда не выйдете и сдохнуть от голода да вот если у вас только любопытства нету страха но вот то кто-то не сдохнет от голода очень быстро благодаря вам вот значит соответственно вот баланс вот этого есть оптимальное состояние реального инстинкта самосохранения когда вы любопытны но как бы сказать не бесстрашно вот когда вы просто любопытно то дальше мы получаем людей которые значит идут заниматься боксом скалолазанием ездят на мотобайках на всех этих бесконечно без шлема да вот но то есть вот творят просто хрен знает что почему страха нету но дико любопытно там так можно тукнуть кого еще какая там как-то хук слева хук справа вот и так да значит соответственно как бы это как бы целое которое в процентном соотношении идеальное типа 50 на 50 но я условно говоря да вот так устроена шизоидность что любопытство большое нравится сложное почему у нас зоопарка этих не зоопарка как как я говорю заповедник для конструкторов то что им говорит мышление это создание простых интегра сложные сложно любопытно и идут сюда бесстрашно вот да значит да поэтому значит а любопытство это что это будущее понимаете я меня интересует что там дальше я туда куда-то лезу куда я дойду понимаете сидит гаусс решает уравнение куда он прется что ему надо да у него там прям он видит разворачивается перед ним вселенной вот да значит короче говоря из чего состоит истероидность из чего сделаны наши девчонки из чего сделаны наши мальчишки значит истероидность да сразу должен сказать что мужиков больше шизоидов в средней популяции почему надо во первых мы расходный материал да потому что если умрет лишний мужик детей меньше не станет эти если умрет самка ну уже точно будет меньше детей а мужиков можно 99 процентов утилизировать а все равно все будут при своих а вот значит женщины будут дитями вот да поэтому мы расходный материал и в целом эволюции лучше чтобы были любопытные но подохнем ну и как бы нормально а так есть любопытный как пойдут лучше найду там что придумают и так далее ну конкурентное преимущество поэтому как бы вот нарастание этого и специфичности этого инстинкта самосохранения проявлению мужчин является естественно эволюционной стратегии на вот значит здесь как вы понимаете больше в этой конструкции нету девушки у которой не было бы этого радикала истероидного значит почему потому что главная конструкция истероидного радикала и хочется и колется и мама не велит вот это очень сложно организованная такая внутренняя стратегия вот то есть продемонстрировать а потом убояться потом вызвать так сказать внимание потом скрыться чтобы догонял вот значит и завлекающим голосом она говорила уходите уходите вот значит это классический истероидный радикал и он у женщин является как бы вставленный по умолчанию да почему потому что они должны будоражить мужиков в природе они будоражат мужиков чем просто естественными как бы запахами раздражителями там и так далее то это мужики будоражатся и бегают потом они делают и что они вообще ни при чем не отстаньте и отстаньте мы вас всех не хотим почему потому что до тех пор пока они бегают эти соревнуются пока самка в течке убегает и филяет хвостом остальные самцы находятся в дискуссии чья это как бы сказать вот кто имеет право так сказать ну вот да и значит и чем мы больше задаем эту больше сталкиваются рогами чем больше не сталкиваются рогами тем больше вероятность что вам достанется нормальный кабель но с генами нормы крепкий сильный волевой решительный что я опять не то говоришь я боюсь и ушел фильм что-то не то говорю да в общем короче говоря да и в этом смысле половой инстинкт это вот такое у меня же целый целая книга есть не 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 опубликованы монография по психологии пола да и я там много подробно описываю две тенденции обладание и принадлежание значит обладание это вы завладеваете внимание ну то есть вот когда павлин открывает свой хвост он пытается завладеть вниманием самки чтобы она упала в его квадрат теперь реально ну вот принадлежание это готовность восхищаться готовность как бы идти за как бы сказать закрыв глаза потому что все равно понятно что мужики за козлы вот но в этот момент должны рухнуть как бы сказать такие забрала и как бы ах как в этой бесприданницы или как это это как и гузей езжали вот это все все у них там пошло как побудет ну было как обычно чего делать и дальше там на палубе сидят мужики торгуются до этого сняли теперь давайте решим у кого хвост больше хвост изменялся там денежном эквиваленте или что-то я не помню да хорош кин вот да значит что я рассказывал да и вы значит это тоже вот такая как пускать вот это вечная борьба в мире между желанием производить впечатление потому что девушка одевается красиво для того чтобы произвести впечатление у меня семена семеновича есть такая история вот там подходит красивая журналистка такая немножко вульгарная и спрашивает семена семеновича о чем он думает сейчас смело семена так о чем я думаю задумывается потом вдруг ловит взглядом перед собой и и так смотрите о чем я тоже не думаю она мгает дахал и удаляется героически значит это вот конструкция при которой сама эта сцена это вообще ну как бы привлечь внимание а когда получить это внимание бежать ну то есть девушка же приходит все на красавица садится в барной стойке скучает много на ногу думает все стрелки подведены все как здесь сидит чем еще думают у барной стойки а вот думает о том как выглядит она достаточно ли прекрасно значит в этот момент появляется значит это она так смотрим и он подсаживается и говорит типа вы чертовски привлекательные я чертовски привлекатель что нам даром времени за кого вы меня принимаете вот это что она значит ему обладание как бы сказать его так хотела завладеть им она завладела но тут же она так и нет я не готова это все и дальше мама что-то там и колется и мама не велит вот и драматизм вот и может находить до состоянии что вообще просто ничего не надо то есть в астероидность это может доходить такого союз вообще просто в принципе вытесняется вообще всяк дьяволу половая жизнь вот потому что в слишком она не нерационально но по идее вызвало внимание получила внимание наслаждайся а чё-то мешает как-то я не готова да и вот это как бы конструкция она собственно говоря и является такой проблематичный да вот значит ну мужчин у них главная тенденция это обладание конечно она как бы у них принадлежанием в этом смысле менее такая выраженная но при этом надо понимать что конечно женский пол первичный вот и мы ваш от отросток они прислушиваются мы вам и ваш от от початок вот потому что но даже половые хромосомы женские xx несут информацию мужская игре хромосомы не несет информацию и скорее блокирует информацию которая есть в другой половой их хромосоме ну вот то есть мы так мы как бы сказать у нас осталось женская x хромосома наши игрек пытается с ней бороться внутри ну это естественно потому что изначально женский пол вообще первичный потому что он как бы если мы начинаем как разделение да как они оба делятся на 2 ну как бы это уже ну как бы гемафродит который рожает постоянно но там еще нету как бы половой функции но он рожает постоянно дальше у следующих животных самцов выводят при определенных обстоятельствах то есть рожают неких там рыбок вот если там условно говоря холодно на вот то там самцов становится меньше самок становится больше но потому что вероятность потомство что вы видится меньше поэтому надо больше сохранить самок которые способны произвести потомцев чем самцов которые способны оплодотворить и дальше они ну как бы и вот есть прямо виды в которых такой как бы естественные гемафродитизм которые вот мужиков могут превратить в самок природа чтобы просто увеличить количество поголовья ну там много биологии экспериментировал природа в конце концов нас выродила вот мы оказались сильные и мы взяли руки и пришли черт знает куда вот да значит короче говоря да поэтому я вот здесь говорю что это упрощая говорю что это способность восхищаться и как бы впадать в прелесть и способность восхищать это и есть собственно говоря вот это и что для важно для представителя человеческого вида так сказать с таким радикалом это важно производить впечатление важно пускать как бы все это дело толкать и так далее ну вот ну и есть невротический радикал вот он конечно самый распространенный вот среди человеческих масс больше невротиков вот и но это как бы сказать такое ну как бы это люди которые ориентируются на свое социальное окружение то есть вот конструктор может поменять свое социальное окружение всем интересно быть другом месте он скажет всем спасибо я пошел а вот рефлектор если социальное окружение в восторге значит вы меня не понимаете вот демонстративные суициды чтобы привлечь внимание все таки никогда не срабатывают уходим в другое в другое стадо вот да это такие экспериментальные типы вообще любое отклонение от нормы является экспериментом который природа делает зачем для того чтобы нарастить нечто данном случае это обмен генетически между группами это как пускать формирование каких-то новых как бы инструментов по 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 обращению окружающего мира там и так далее и прочее очень короче говоря этот как его невротический радикал социальный да вот значимость того что дупу что про меня подумают что скажет мария петровна это там просто можно по разному тоже что скажет мария петровна да можно сказать что же скажет мария петровна и москве ну что скажет мария петровна они можно сказать совсем по-разному и это будут совсем разные конструкции но вот это вот беспокойство что мария петровна она там или как-то за роман это это что-то из классики вот да что вот она она будет недовольна она скажет это скажет этому скажет этому они после этого значит вот я приду они значит вот это все там что же делать что же делать боже 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 вот давайте же мы пошлем и пиццу букет цветов вот нет не буду посылать это она подумает вот и дальше начинается всякое невротическое бесконечная реконструкция отношений строю построить отношения там и так далее вот это такой социальный и на этом держится как бы суд мы с вами социальные животные иерархические инстинкты прочие так далее и так далее так далее это наша такая такая наш столб так сказать ну вот он важный потому что он как бы держит все вот с точки зрения оригинальности он конечно не блещет оригинальностью вот и он такой более традиционный более стабильный более такой вот там нам отцы завещали вот этой мы это все там все изменилось уже там как бы сказать уже внуки выросли и завещали другое вот но как бы все мы продолжаем идти ни на трон ни на плаху как пристало поэтому вот все понятно да да и короче говоря соответственно здесь вторая часть нашего батареи тестов которые мы используем ее задача состоит в том чтобы определить какой из этих радикалов является базовым значит и там вопросы которые задаются они статистически значимо коррелируют с ответами вот этих категорий то есть статистически значимо на больших выборках мы знаем что люди отвечают что люди шизоидным радикалам отвечают на эти вопросы статистически значимы знаем что люди с невротическим радикалом отвечают на эти вопросы и статистически значимые вот они могут быть даже какие-то вопросы казаться странными и какие-то не 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 как бы сказать черта знает но вот но как ни парадоксально черта узнает не черта узнает а почему-то вот эти выбирают эти а если выбирают эти эти выбирают эти и дальше мы с вами получаем следующую штуку у нас с вами здесь есть три радикала да и здесь у нас есть три радикала только эти даны с учетом как бы выплевывание в в речь а это как бы эндогенные тут в речь не выплевывают не потому что человек так про себя думает а просто он обычно на вопрос на такое отвечает да то есть не сознательно он может сознательно думать все что угодно почему он отвечает да не важно нам нам важно что статистически значит он будет отвечать и вот когда мы использовали вторую часть и совместили все вот это хозяйство мы получили сложили эти шкалы и если здесь у нас была как бы сказать такая избыточность потому что мы строили на сборке и очень точно попадали в ключевой радикал то здесь дополняя это как бы эндогенностью как вот внутренней организации этого радикала мы получили условно говоря если человек был вот по этому тесту вот таким то когда мы его суммируем вместе с однако вы он получился вот таким и он получился смешанным типом и это все отвечает клиническим данным улавливаете складываем две шкалы и за вторая шкала дополняет как бы эти шкалы то что речит о соответствии да шизоиды соответствует конструктором невротики соответствуют центристом рефлекторы соответствуют если мы суммируем эти шкалы эти шкалы и эти шкалы то мы получаем вот этот как бы сказать действительный тип в котором не ваш самоотчет имеет значение а в котором имеет ваш самоотчет с теми как бы эндогенными настройками которыми природа вас снастила валюте значит смотрите то есть вот вы можете думать про себя все что угодно важно еще учитывать что у вас живет потому что эти радикалы для живут природа этих радикалов как бы сказать она вообще другая ну то есть она про согласование коры подкорки там скорее всего какие-то стоят у нас как бы сказать такие переключатели вот там это условно это активность ядер которые как бы обуславливают половое поведение это как бы сказать объемность dsm ее как бы тяжесть связи которые между ними сразу же образуется потому что это связано с тревогой например да все невротики и дико тревожные еще них такая постоянная внутри тревога тревога ну она может быть и у всех вот но для невротиков она нормально а если рефлектор и истерика или шизоид тревожится то упали пошла проблема улавливаете значит смотрите что получилось весело что я не знаю такие интересные вещи мне кажется расскажу но у нас еще с вами есть стволовые структуры у нас еще с вами есть стволовые структуры что это ретикулярные формации значит ну по сути дела что такое ствол мозга чтобы понимать эволюционно это что это было просто как бы нервная кишка без начала без конца в которые как бы агрегировала раздроги выдавала эти как его какие-то импульсы ответы на внешние факторы ну какие-то если мы берем примитивно китланцетников там небольшой специальной биологии но могу да но дальше появился у нее головной конец да это какое-то место где происходило то есть вот сначала у нас нервная система была вот такая это животное а потом это животное ну не сначала сначала вообще ее не было потом она но как она стала объединяться столы а потом у нас вырос головной конец такое вот утолщение так угла вастик из не нервной системы потому что здесь произошла агрегации нервных ядер то есть вот агрегации клетки стали собираться в какие-то общности и дифференцироваться эти еда ядра обрабатывают эту информацию как в искусственном интеллекте они там раз и дальше образуют какие-то конструкции из пришел такой сигнал они его дефицитировали отправили сюда пришел такой сигнал дифференцировать а правильно такой расчетный сервер и также ядра вот и собственно говоря вот начал возникать и то что мы и дальше из нее вырос мозг но вся история та же самая осталась вот у нас вот здесь вот этот головной конец он просто усложняется усложняется а вот это это вот эта штука вот которая по сути дела является продуктен продукцию продуцирует активность животного вот это то есть если вот здесь это скорее раздражители и ответ на них то здесь за счет того что я смог вырабатывать какие-то комплексные реакции потому что произошла специализации каких-то нервных центров я начинаю уже как бы действовать да почему переключение сознания здесь происходит в стволе мозга почему ретикулярная формация как генератор как бы нервного напряжения все в этом главном конце про что я рассказывал а вот да значит короче говоря ствол мозга и что такое ретикулярная формация это таких клетки плейсмекеры которые производят на вот то есть вот смотрите мы имеем здесь с вами человека который как бы если анализировать его самоотчеты значит определяется таким типом если актуализировать здесь какие у него есть как бы базовые психиатрические радикалы вот мы получаем это вот но представляете себе что у вас есть например конструктор он же он же истероиды он же например здесь достаточно вот он например такой вот а вот смотрите я вам рассказывал про истероиды шизоиду да рассказывал говорю о но смотрите вот у вас есть этот истероид шизоид и он вообще у него ретикулярная формация спит не дала природа значит получите вы из нее звезду первой величины с передней не получите потому что у нее просто не хватает так сказать мощности в югу жу-жу-жу-жу моторчик не включается вот значит и дальше мы соответственно с помощью третьей части это была первая часть тестирования это была вторая часть и с помощью третьей части тестирования мы определяем насколько в жиг-вжиг здесь функционирует значит и у нас здесь есть тоже три параметра потому что можно делать в жиг-вжиг значит мы определяем там значит ладно типа напряженность вот так то напряженность второе мы определяем вот это напряжение она как бы искать выстреливает и всех во внешний мир или она выстреливает и начинает крутиться внутри на то есть условно говоря вас ущипнули значит одни устраивают эту сцену что это происходило все а другой уходим и и потом приходит и застреливает вас ну там додумался и вот напряжение ходил-ходил и нашло выход до улавливать то есть это условное говоря экстраверсия экстраверсия интроверсия как характеристика того как ваше психическое напряжение куда но как бы направлено да то есть если вы как бы сказать реактивный да и если вы как бы сказать внутри варите и крутите все что у вас попадает вы получаете с разными существами хотя радикал вроде бы тот же вот значит соответственно это напряженность это вот это и дальше есть переключаемость переключаемости тоже специфика нашей психической вот так будем назвать психической энергии дурацкое название психической активности то есть переключаемость это когда вы застреваете на чем-то там чеку что-то пришло в голову случилось что-то и он застревает на это а другое у него все не так он переключил подругой неважно если он будет истероидом может переключиться потому что здесь вы не поддержали на дипломатическом банкете если он шизоидом может переключиться то что перестало быть интересно если он невротик он переключился понял что в эту игру него не выиграть неважно да но он будет все равно или играем и играем там вызываем восхищение вызывая добиваем да как выдает до сути и добиваем вот то есть вот и если говорить про то что представляет собой вот это наш способ мышления он х иди содержит себе эти характеристики когда мы создаем интеллектуальные объекты значит посложнее из интеллектуальных объектов попроще значит мы пользуемся теми как сборками которые у нас за счет того что все чем мы пользуемся должно быть означено если вы это не означали она проваливается если вы имели какой-то опыт и не обозначили вы вы не запомните вам нужно его номинировать и удерживать вот и соответственно здесь есть разный способ взаимодействия с интеллектуальными объектами для того чтобы пора номинировать значит здесь у вас есть разные разные как бы способ ну вот как вот эмоцион это вот как бы если вот это сборки да это такой уровень коры если это вот работа ядер страх любопытство половой инстинкт и так далее это у вас набор подкорки да и из него мы определяем что тут будет шизоидный истероидный невротический а активность всего этого хозяйства определяется как бы ска тем как функционируют стволовые отделы и вот если мы собираем всю эту конструкцию то мы понимаем что вы например тревожный такой активный такой напряженный вот но за причем готовы все как бы экспрессивно выдавать но при этом фиксируетесь на чем-то очень ригидны до неподвижны зачем-то застыли и как бы сказать готовы отбивать значит вот и знаем дальше мы знаем что вы при при всем при этом потом у вас астероидный радикал и вам важно производить впечатление да значит активный экспрессивный но застревающий на лишь уж и будет в этом и будет производить впечатление до потери сознания да вот но при этом как бы сказать значимый радикал например вот например невротический вот а то есть невротический центр риски на и при этом еще социальная значимость будет ведущей то есть для меня ведущий социальной значимость при этом я хочу чтобы все вокруг были в восторге при этом я застреваю на всем на чем запал на вот при этом энергия у меня в вагон и я ее всем выдам просто по самой не балуйся вот и мы получаем субъекта до который имеет специфический очень свой как бы сказать комбинацион вот и дальше зная про всех людей в чем они как находятся мы можем их как бы организовывать в социальные общности адекватные их как бы целям и задачам но это следующий этап когда мы сообразим как это с одно с другим уживается вот но точно уживается потому что естественным образом складываются эффективные команды но они складываются редко вот и складываю и обычно складываются команды говно да значит они складываются обычно плохо почему потому что люди из друг с другом не способны и все будут как бы все будут застревать не или все будут вялые или все будут гиперактивные или все будут внутри или все будут снаружи ну например да или все будут шизоиды или все будут невротики или все будут ничего ну должна быть такая комбинация которая адекватна вот и как бы партнеры не важно что это какая социальная общность семейная какая-то социальная дружеская или профессиональная или еще что то они должны быть все друг другу идентичные должны понимать с кем они имеют дело что они идеальны чтобы у меня была инструкция как со мной хорошо взаимодействовать знаете но то что мы с вами сейчас все время пытаемся строю реконструировать но при этом вы же понимаете что вы реконструируете своим мозгом то есть по большому счету вы создаете конструкцию при которой что если бы я был в его обстоятельствах в самом широком смысле вот и но я все равно вы туда вносите свой способ сборки да значит и то что это на самом деле может быть вообще по-другому нужно вы никогда не можете сообразить если у вас нету специальных знаний специальные знания если вы можете определить то у вас сразу автоматически появляется что такой диагноз я все время это я придумал мне нравится диагноз это свернутый план лечения то что если вы ставите такой-то диагноз это значит что вы лечить будете тем-то тем-то так-то так-то чем подробнее диагноз берете инфекцию берете какой этот к чему резистентный там и так далее у вас сразу знаете какой антибиотик назначать да значит антибиотик знаете какой и так далее вот грамм плюс гламминус такая все там куча характеристика на вот чем как бы сказать и при яснее диагноз тем понятней план лечения вот значит соответственно чем лучше вы понимаете характеристику соответствующего типа тем вы лучше знаете как где взаимодействовать то есть вы не вам не нужно как бы полностью в него вживаться и как-то пытаться его изнутри понять чтобы общем часто бывает задачи как вы уже теперь знаете не из легких вот а вы можете совершенно спокойно формировать такие поведенческие стратегии которые позволят вам эффективно социально взаимодействовать уловили все да вот как чем занимаетесь в школе-то дорогие дураковые